Истории подвига, героизма, отваги. Каждый год, 9 мая, североказахстанцы вспоминают своих солдат Победы. Они выходят на улицы с их портретами, делятся сокроведным, потому что память сильнее времени. Герои Великой Отечественной войны навсегда останутся в сердцах их близких. За каждым таким портретом стоит история мужества, любви к родине. В день 79-й годовщины Победы, Великой Отечественной войне, Тагир Зарипов пришел на театральную площадь с портретом своего отца и дяди. Зарипов Габдула Харисович, это мой отец, он в 43-м, когда ему исполнилось 18 лет, прошел Ламатинскую школу, ускоренные курсы, и его отправили на фронт. Дошел до Вены, день Победы встретил в Вене, награжден медалями за боевые заслуги. А это мой дядя, Аитов Шакир Макцутович, призвался в декабре 41-го года, дошел до Берлина в пехоте, ходил в штыковую атаку, и командование поручило, так как он был музыкантом, командование поручило ему организовать при их полку оркестр, оркестр, он был баянист и скрипач. Сведения о боевом пути храбрых воинов передаются из поколения в поколение. Фото и документы о солдатах Победы бережно хранятся в семейных архивах. На моем портрете дедушка мужа, Жанайдар Тажиев. Он храбро воевал на фронтах Второй мировой. Получал ранения. Если приглядеться к фото, то это можно увидеть. Он дошел до Берлина. К 79-й годовщине Победы в живых осталось четыре участника Великой Отечественной войны. Одного из них, Василия Макиенко, в праздничный день на площадь привезли на раритетном автомобиле. Вместе с главой региона ветеран возложил цветы к вечному огню. И также с главой региона – это праздник светлой печали и любующей радости. Минута молчания – дань уважения солдатам Победы, труженикам тыла, военным врачам. Всем тем, кто 1418 дней приближал завершение страшной и кровопролитной войны. Поздравляю вас с днем Великой Победы. Мы никогда не забудем героизм земляков. В нашей памяти увековечен подвиг 314-й стрелковой дивизии. 55 североконстанцев являются героями Советского Союза и 11 полными кавалерами Ордена Славы. Их имена сегодня носят учебные заведения, улицы города Петропавловска и районов нашей области. Мы свято чтим их в память. Море из красных гвоздик разлилось у мемориала боевой славы в праздничный день. Североказахстанцы поздравляли друг друга, делились историями подвига своих предков. У моей бабушки было 5 сынов. И 5-й мой отец старший с 900-го года. Все были на войне, четверо погибли. Отец мой вернулся, но прожил всего 4 года, болел. Почитаю этот праздник, всех вспоминаю. Даже очень приятно, столько людей пришло почтить память. Великий праздник, великий, не надо его забывать. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. И самое главное, чтобы было мирное небо над головой. И не было войны. Дарья Пашмансова, Вадим Ударисов, МТРК.